Тогда слово представляется Анне Сергеевне Петровой с докладом современной методы лучевой диагностики поверхностного рака мочевого пузыря. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня я расскажу о основных и на сегодняшний момент доступных нам методиках лучевой диагностики опухоли мочевого пузыря. Конечно, золотым стандартом диагностики является тестоцикопия. С нашей стороны, первый и самый простой метод – это ультразвуковое исследование. Чувствительность методики достигает 84% для полиповидных опухолей более 5 мм. Основными признаками рака мочевого пузыря является наличие гипоэхогенного или неоднородного внутрипросветного образования, как мы видим на данном снимке, стелющегося вдоль стенки пузыря с отсутствием эффекта тени за ним. При СДК обычно повышенная воскулиризация, мы видим локусы кровотока. Трансрактальный УЗИ улучшает диагностику рака мочевого пузыря в области шейки от изменений в предстоятельной железе. На сегодняшний момент, кроме стандартного B-режима и режима СДК, мы также применяем ультразвуковое исследование с введением контрастного препарата. Однако по литературным данным, какой-то дополнительной информации проведение данного исследования с контрастированием по сравнению с данными магнит-резонансной томографии не дает. К сожалению, у данной методики есть свои ограничения, а именно, это если размер опухоли составляет менее 5 мм, если образование локализуется верхушке или шейке мочевого пузыря, если достаточно тучные пациенты и при наличии постоперационных рубцов. И поэтому в такой ситуации, если есть клиника, а результаты ультразвукового исследования отрицательные, цископию нужно делать в любом случае. Что касается лучевых методик, то традиционно раньше использовалась рентгеновская цистография, она и сейчас используется на основном для диагностики затёков, особенно после простатектомии для оценки затёка цистеротренцитомоза. Экскритурная урография, как мы видим на данных двух слайдах, она уже имеет больше историческое значение, и как диагностика гематурии. И всё-таки более эффективной является КТ-урография. КТ-урография без контраста является методикой выбора при наличии у пациента симптома гематурии. Тогда мы ищем конкременты достаточно хорошо, и без контраста можем их визуализировать, как мы видим на данных слайдах. При наличии достаточно крупной опухоли мочевого пузыря, контрастирования при КТ также не требуется, мы достаточно всё хорошо видим. Но всё-таки мы стараемся вводить контрастный препарат, потому что он способствует оценке распространённости, то есть мы можем увидеть эту опухоль, можем понять, как она копит контрастный препарат, оценить наличие лимфатических узлов, отдалённых метастазов, и выявить какие-то синхронные оротелиальные опухоли. Однако оценка глубины инвазии по данным компьютерной томографии, мы можем высказаться об этом только предположительно. И стоит отметить, что состояние после трансферектальной резекции, особенно в первые 3-6 недель, после такого раннего срока, мы не можем достоверно оценить изменения стенки. Поэтому магнитно-резонансная томография на сегодняшний момент является наиболее перспективной методикой в оценке этой критерии, но у неё есть свои ограничения в использовании. Во-первых, эта методика достаточно дорогая, во-вторых, не во всех центрах есть необходимая аппаратура для того, чтобы осуществить исследование. Наибольшей эффективностью магнитно-резонансная томография показывает нам в оценке распространённости опухоли на окружающую клетчатку и по стенке пузыря. Чтобы выполнить само исследование, нам необходимо минимизировать артефакты. Какие же артефакты могут быть? Во-первых, это недостаточно наполненный мочевой пузырь. Пациенты, приходя на исследование, должны иметь не слишком наполненный, но не слишком пустой пузырь, поскольку это способствует затруднению диагностики внутрипросветных образований. Когда пузырь совсем пустой, либо когда он умеренно наполнен, но, допустим, если у пациента одному предстоятельной железы, это вызывает некоторые трудности выявления каких-то мелких опухолей пузыря. Кроме того, это перистальтика. Мы рекомендуем нашим пациентам за пару часов до исследования выпить какие-то препараты, которые способствуют снижению перистальтики, чтобы мы могли более четко визуализировать все стенки пузыря. На каком же аппарате делать исследование? Существует большое количество томографов, низкопольных, высокопольных, от 0,2 Тесла до 3,7 Тесла и так далее. Однако мы не сможем ответить на поставленные вами вопросы, если исследование неудовлетворительного качества. Поэтому стандартом диагностики является аппарат мощностью не менее 1,5 Тесла. Можно 3 Тесла, разницы существенной не будет. Но 0,2 Тесла, 0,3 Тесла, 0,5 Тесла нам на данном этапе уже не подходят. Кроме того, мы испытываем незначительные трудности в интерпретации. В случае, если достаточно длительно в просвете пузыря стоит катетер фолея, тогда мы видим реактивное изменение слизистой, на фоне которого достаточно сложно бывает визуализировать поверхностные опухоли пузыря. И если катетер травмирует стенку, то мы видим разгустки крови, которые также могут нас спутать, и опухоль мы можем не увидеть, если мы не вводим, конечно, внутреннее контрастирование. Также хотелось бы отметить, что при поверхностных формах рака мучевого пузыря у нас достаточно низкая информативность первые 3-6 недель после трансротральной изекции. Поэтому на вопрос, осталось ли что-то, мы, конечно, скажем, да, что-то осталось. Но что это? Ответить тоже бывает иногда сложно, поскольку наши методики диффузионно-взвешенное изображение, внутривенное контрастирование не всегда позволяют достоверно оценить, является это реактивным изменением слизистой или же достаточная ткань опухоли. По данным мировых мультисторовых исследований, именно магнитно-резонансное исследование с Т2-взвешенными изображениями, динамическим контрастированием и диффузией обладают наибольшими показателями точности, чувствительности и специфичности. Протокол разработан совместно согласно рекомендациям Европейского общества в органитарной радиологии. Он достаточно объемный, занимает около 30 минут, и пациент должен быть к этому подготовлен пузырь не должен быть слишком наполнен, иначе это будет вызывать двигательные артефакты. Опять-таки мы не сможем достоверно интерпретировать полученные изображения. Я не буду останавливаться на всех импульсных последовательностях, их очень много, расскажу только об основных. Первое – это два взвешенные изображения. Мы делаем их в сагитальной плоскости и в аксиальной плоскости. Аксиальная плоскость – высокоразрешающие сканы. Она самая важная, поскольку именно эти сканы дают нам понятие. Есть распространение глубины инвазии, мы оцениваем по данным сканам, и распространение на окружающую клетчатку за пределы стенки пузыря. И они должны быть ориентированы строго, перпендикулярно опухоли. Потому что, посмотрите, пожалуйста, вот этот клинический пример, здесь образование по нижней стенке пузыря и аксиальные срезы идут не перпендикулярно, а параллельно опухоли. Соответственно, мы не можем понять, какая это инвазия поверхностная или глубокая. Также мы выполняем обзорные сканы в Т1 режиме для оценки костных структур и для оценки лимфатических узлов. Активно внедряемой методикой является методика диффузионно-взвешенных изображений. Она основана на межклеточном диффузии молекул воды. Грубо говоря, если мы видим, как сказала вчера моя коллега, светлое пятно на одной последовательности, темное пятно на другом, мы говорим, что это злокачественная опухоль. Диффузионно-взвешенные изображения повышают чувствительность и специфичность методики до 95-85%. Кроме того, мы можем выполнить и высокоразрешающие диффузионные изображения, ориентированные также перпендикулярно самой опухоли. Динамическое контрастирование. Обязательно для диагностики опухоли мочевого пузыря мы вводим контраст. И здесь мы видим, как опухолевые изменения не вовлекают в мышечную стенку. Для того, чтобы общаться на одном языке, мы в курсе про ТНМ и понимаем, что оценка по общеклиническим данным на неэффективное ошибки в стадировании достигает 50%. И мы знаем, что наша задача ответить на вопрос, как отличить Т1 от Т2, а Т2 от Т3. И есть ли поражение лимфатических узлов. И вот рассмотрим несколько примеров по стадиям. Стадия Т1. Мы делаем основные наши последовательности в сагитальной плоскости, в аксиальной диффузию и контраст. И мы чётко видим, мы можем проследить стенку пузыря. Здесь мы также видим гипоинтенсивную полоску на диффузионно-звешенных изображениях и на контрасте. Интактная мышечная стенка. То есть это поверхностная форма Т1. Отличить данные по диагностике, по дифференциальной диагностике Т1 от Т2 мы это можем сделать. Чувствительность методики, специфичность достигает 78-93%. То есть мы видим опухоль мочевого пузыря и видим прерывистый с самой стенки. Это видно и на диффузионно-звешенных изображениях, и на контрасте. То есть мы говорим о том, что это уже с инвазией в мышечную стенку. Отличие Т2 от Т3 мы также можем это увидеть, однако магнорезонансная томография имеет тенденцию к завышению стадии. Но посмотрите, пожалуйста, вот здесь вот Т2-Б. Мы видим опухоль, мы видим с помощью... На Т2 создается впечатление о том, что здесь нечеткость контура и, возможно, есть инвазия в окружающую клетчатку, потому что есть расширение мочиточника. Однако при проведении нутриенового контрастирования мы четко можем проследить саму стенку и сигнал от опухоли, он другой. То есть здесь нет распространения на клетчатку, клетчатка интактна. А вот при Т3 уже контур также на Т2 нечеткий. Здесь мы не можем отчетливо проследить наружную стенку. Это Т3-Опухоль. И Т3-А от Т3-Б лучевая диагностика неэффективна. Т4-А. Ну, МРТ даже по нативным сканам мы видим, что процесс достаточно распространенный. Есть распространение опухоли на предстательное железо, на клетчатку, на мочеточник. Т4-Б распространение опухолевых изменений на греши на передней боковой стенке таза. К сожалению, такие пациенты с изначально уже большой стадии, мы видим у них прогрессирование. Вот у данного пациента был канцероматоз брюшин и поражение лимфатических узлов. Что касается N-критерий, это достаточно сложный вопрос для диагностики, поскольку если мы видим инвазию опухоли в клетчатку, мы видим вот такого характера лимфатические узлы, они увеличены в размерах. То есть для оводных лимфоузлов это диаметр более 10 мм, для округлых лимфатических узлов это 8 мм. Если мы видим такие крупные лимфатические узлы, мы можем проследить кортикомедулярную дифференцировку, возможно, перифокальный оттек, нечеткость контуров. Конечно, мы сразу говорим о том, что этот лимфоузел является измененным. Он накапливает гидрогенно-контрастный препарат. Однако, если лимфатический узел является овоидным, и вроде как мы прослеживаем корковое вещество, может быть небольшое утолщение, мы не можем однозначно сказать, является он метастатически пораженным или нет. На настоящий момент КТ и МРТ одинаково эффективны в оценке N-критерия. Существуют различные перспективные методики, такие как контрастирование USPO, это контрастирование, основанное на суперпарамагнитных парамагнитном оксиде железа в виде микрочастиц, которые вводятся в вену, и сканирование происходит через 24-36 часов. И если лимфатический узел неизмененный, то он будет поглощать данный препарат, и будет снижение сигнала на сканах. А если же там есть какие-то метастатические микрометастазы, 3 мм, 4 мм, мы увидим этот дефект контрастирования и сможем уже сказать. Однако он зарегистрируем только в нескольких странах, и когда будет у нас, пока непонятно. При PET также у нас неоднозначные результаты, поэтому пока мы испытываем трудности в диагностике данного критерия. Что касается M-критерия, то магнитно-резонансная томография способна решить практически все вопросы, кроме легких. Сейчас активно в нашем институте внедряется методика диффузии всего тела, с помощью которой мы сможем визуализировать метастазы как в костях, так и в печени, в брюшине, в почках, надпочечниках, в головном мозге. Для легких методика Лубер и компьютерной томографии. Хотелось бы несколько клинических случаев привести, показать, что мы можем, чего мы не можем. Вот в данной ситуации пациент был утуемочевого пузыря около года назад, и он приходит нам на повторный МРТ, и мы видим вот такое абсолютно маленькое внутрибросветное образование. С помощью диффузионно-извешенных изображений, повышения сигнала и накопления контрастного препарата мы можем говорить, что по МРТ картине это рецидив мочевого пузыря, что было подтверждено гистологически. Этот пациент также был нам достаточно интересен, поскольку в анамнезе у него рак желудка, и были жалобы на гематурию. При выполнении магнитно-резонансного исследования мы видим, что по верхней стенке мочевого пузыря есть образование, однако характер его роста необычный. То есть чаще всего, если это рак мочевого пузыря, мы видим внутрибросветное листелющееся образование, которое как бы исходит из стенки. А здесь мы видим такой характер роста и внутрибросветный, и экстравизикальный. И чаще всего такой характер роста мы видим, если это метастатическое поражение или какая-то неэпителиальная опухоль. А с учетом анамнеза пациента мы сделали предположение, да, это, конечно, казуистика, но мы сделали предположение, что это метастаз рака желудка. Однако после трансуртуральной резекции пришла инвазивная ортуртуральная кальцинома, растающая в мышечную стенку пузыря. У этого пациента также интересный клинический случай в анамнезе рака прямой кишки и при выполнении магнитно-резонансного исследования мы видим множественные внутрепросветные образования, которые имеют все признаки злокачественности, накапливают контрастный препарат, ограничивают диффузию и по гистологии мы получили фрагменты стенки мочевого пузыря с фокусами адренокарцинома кишечного типа. И последний клинический случай. Хотелось бы обратить внимание, что при выполнении исследований органов малого таза не нужно забывать смотреть немножко выше, выполнять либо МРТ брюшной полости, либо компьютерную томографию брюшной полости, поскольку зачастую мы видим не только образование в мочевом пузыре, но и в верхних мочевых путей. Вот у данного пациента в анамнезе в 2011 году был рак лоханки правой почки, и вот он пришел к нам на контроль только в 2017 году, и мы отчетливо видим мягкотканный компонент просветия мочеточника и небольшую опухоль по нижней стенке пузыря. То есть это был рецидив у роталиально-карцинома мочеточника и синхронные неинвазивные у роталиально-карцинома стенки пузыря. В качестве выводов хотелось бы сказать, что существует большое количество методик лучевой диагностики, и, как я уже сказала, УЗИ – это первичная диагностика, которая при отрицательных результатах абсолютно не исключает дальнейшие дообследования при сохраняющейся клинике. Компьютерная томография неэффективна в выявлении экстравизикального компонента, однако не может отчетливо оценить глубину инвазии стенки пузыря. Что касается магнитно-резонансной томографии, то это методика выбора, однако она должна быть грамотно проведена. Не рекомендуется, настоятельно не рекомендуется назначать исследование до трансфертральной резекции, не после, поскольку потом реактивные изменения настолько сильные, что мы не можем дифференцировать достоверно, что мы видим. Исследование стоит выполнять на высокопольном магните мощностью не менее 1,5 Тесла. Нам необходим мультипараметрический протокол сканирования, чтобы ответить на все те вопросы, которые вы нам задаете. Магнитно-резонансная томография способна дифференцировать в большинстве случаев Т1 от Т2, Т2 от Т3, однако нужно помнить, что она имеет тенденцию к завершению стадии вследствие реактивного отека, десмопластической реакции или перитуморального воспаления. Данные методики одинаково эффективны в оценке N-критерия, и существуют перспективные технологии, такие как USPO или PET, однако требуются дальнейшие еще клинические исследования и разработки, чтобы мы могли уже их использовать. Поэтому хотелось бы сказать, что нам необходим мультипараметрический протокол, мультидисциплинарный подход, и, конечно, нам хотелось бы больше сотрудничать с нашими коллегами, сурологами и гистологами. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Вопросы есть? У меня вопрос. После транспортной транзиции опухоли мочевого пузыря Вы рекомендуете МРТ когда делать? Для оценки результатов и так далее? Какой алгоритм Вы предлагаете? Мы вообще не очень рекомендуем делать сразу после. То есть оптимальные сроки, конечно, что-нибудь ждать 3-6 месяцев, но не менее 7 дней хотя бы должно пройти. Дело в том, что по гайдлайнсам рекомендуется делать ретур через 6-8 недель. И даже во время транспортной резекции иногда не разобраться, рецидив это опухоль или это воспалительный процесс, или что с этим происходит. Поэтому либо делать цитологию, либо ретур делать. Поэтому вот этот вопрос, мне кажется, достаточно интересный. В отношении МРТ, наверное, рано его делать через 6-8 недель. Вообще, в принципе, не нужно. Но при поверхностных формах, да, нет смысла. А если это распространенно, если там есть инвазия, то она не будет на неделе, мы, конечно, не увидим. В зависимости от того, какие там... Ну, даже при мощной инвазии на Мураке после транспортной резекции, мне кажется, нет смысла делать такие ранние сроки МРТ. Да, почему-то кто-то не изначально. Спасибо. Еще вопросы есть? Ваши комментарии по поводу лучевой диагностики. Вот дифференциальная диагностика между поверхностным мышечным и инвазийным раком, конечно, при МРТ, она также субъективна, потому что мы пока не получаем высокой корреляции между заключением специалистов и тем, что получаем от атоморфологов. Поэтому, на мой взгляд, это, может быть, возможны такие показатели, которые приведены в докладе только в центре, где существует большой поток, где специалист, сидящий на МРТ диагностике, он имеет большой опыт диагностики этих пациентов. Если вы обратитесь к какой-нибудь центре, где специалист занимается МРТ-диагностикой и головного мозга, и брюшной полости, навряд ли мы получим такую корреляцию между мышечной инвазийной формой, вернее, поверхностной формой ручьего пузыря и правильным заключением. Спасибо.